Добрый вечер! В эфире информационная программа «Факт». В студии работает Асул Махмутова. Интерфакс Казахстан сообщает, представители Казахстана и России на заседании в Москве подготовят рекомендации для снижения экологического воздействия на окружающую среду отпусков ракеты-носителя «Протон-М». 12-13 февраля ожидается третье заседание Казахстанской российской рабочей группы по проработке вопросов касательно уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду Казахстана и подготовки рекомендации по количеству пусков ракеты-носителя «Протон-М», сообщил официальный представитель службы центральных коммуникаций при президенте РК Алтай Абибулаев на брифинге в Астане. Французские адвокаты экс-председателя Совета директоров БТА-банка Мухтара Аблязова 17 февраля обжалуют решение о его экстрадиции в Россию. На данный момент в суд подана короткая жалоба. Далее адвокаты намерены направить полную касационную жалобу на решение апелляционного суда в городе Экс-Ан-Прованс. Напомним, бывший казахстанский банкир был задержан 31 июля 2013 года. КАСТАК сообщает, вкладчики казахстанской пенсионной системы, накопившие к моменту выхода на пенсию в 2014 году менее 623,5 тысяч тенге, могут забрать свои деньги единовременно. По данному вопросу вкладчик обращается непосредственно в отделение ЕНПФ по месту жительства, где заполняет заявление, которому прилагаются необходимые документы. Проводится расчет пенсии, при этом вкладчик самостоятельно определяет способ выплат и метод доставки. Ну а следственные органы Западно-Казахстанской области установили мотивы совершения убийства предпринимателя Виталия Каркулы. Установлено, что единственным мотивом преступления была корысть. Оно совершено в ходе разбойного нападения с целью завладения имуществом его семьи. Отнюдь не по заказу, сообщили в областном ДВД. Наводчиком данного преступления был один из жителей поселка Переметное, который ранее работал в хозяйстве Каркулы. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после рекламы. И продолжим. Актюбинская эфемида на пять лет лишила права директрису одной из местных школ занимать государственные должности и заниматься преподавательской деятельностью. Столь суровое наказание педагог со стажем заработала из-за своего неуемного аппетита и большой материнской любви. Будучи директором Актюбинской средней школы номер 45, она с ноября 2012 по май 2013 года присваивала деньги двух учительниц по казахскому языку и литературе. На деле это выглядело так. Почненные преподавали за нее вышеуказанные предметы бесплатно, а деньги уходили в карман директрисы. Помимо этого, она приняла на работу родного сына охранником, но он не выполнял свои функциональные обязанности. В итоге директриса смогла обогатиться более чем на 750 тысяч тенге. Приговор суда не вступил в законную силу. В ближайшие дни в регионе не ожидается сильных морозов. По прогнозам синоптиков, постепенно температурный фон будет меняться в сторону потепления. И ко дню влюбленных, который традиционно отмечают 14 февраля, днем уже установится температура всего от 5 до 10 градусов мороза. Температурный фон начнет повышаться. Ночные температуры у нас составят ночью 20-25, 13-го числа и 14-го числа уже пойдет температура 10-15 ночью. Днем, если будет 10-15, то 14-го числа уже будет 5-10 мороза. Осадки будут, усиление ветра тоже ожидаем 13-го, 14-го февраля. Кроме того, по расчетам синоптиков, нас в этом году ожидает ранняя весна. А пока Актюбинская область оказалась на границе холодных и теплых воздушных масс. Однако действие теплого циклона, который двигается с запада, обещает оказаться сильнее. По этой причине сегодня и завтра будет сохраняться ясная погода, которая начнет портиться 12-го февраля. Начиная с этой даты, в регионе ожидаются усиление ветра и осадки на фоне повышения температуры. 14 актюбинских бизнесменов желают включить свои проекты в карту индустриализации. Сегодня они были представлены руководству области в ходе заседания регионального координационного совета. Всего в государственной программе сегодня насчитывается 76 инвестиционных проектов на общую сумму 575 миллиардов тенге. Разные сферы, разные масштабы, разное видение, но цель у всех одна. Все они желают идти в ногу со временем, заручившись мощной поддержкой со стороны государства. Каждый обещает оправдать надежды чиновников и внести свою лепту в развитие конкурентоспособной страны. Компания в данное время выходит на международный уровень более широко. Таким образом предприятие, именно локализация выбрана не случайно. Близость к России, близость к Европе. Поэтому мы, скажем так, переносим все свои ресурсы из Алматы, переносим в Актюбе. То есть и здесь на базе, скажем так, Актюбинской области будет строиться завод. Завод предусматривает цеха по пластику, по металлу, дереву и стеклу. То есть все, из чего можно производить рекламное и торговое оборудование. Актюбинские бизнесмены хотят строить заводы, асфальтобетоны, молочные, по производству химпродуктов и моторного топлива, изделий из пластмассы и металла, электросварочных труб, а также тепличные комплексы. Всего вниманию Архимеда Мухамбетова было представлено 14 крупных проектов. Они будут тщательно рассмотрены из специальной комиссии и только после в Верхах вынесут окончательное решение. Что касается уже реализованных, то за 4 года работы программы ФИИР в эксплуатацию было введено 70 объектов на общую сумму 302 миллиарда тенге. В том числе в 2013 году было реализовано 8 проектов на сумму 115 миллиардов тенге, в основном относящихся к сектору обрабатывающей промышленности. При этом по итогам 2013 года были достигнуты следующие положительные результаты тем поросла основных показателей государственной программы ФИИР. Так, объем промышленной продукции составил 1 триллион 352 миллиарда тенге. Индекс физического объема вырос и достиг до 102,5%. Значительно возросла доля обрабатывающей промышленности в структуре валово-регионального продукта фактически с 7,9% до 9,4%. Из запланированных на этот год в настоящее время в стадии строительства находятся три нашумевших проекта. Это очереди третьего жена Жольского ГПЗ А8-ПС Ак-Тубе Муна-Игаз, рельсобалочный завод и темпличный комплекс ТО Желыжа Ак-Тубе. Айсулу Махмутова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Ак-Тубинские онкологи вскоре будут реже пользоваться скальпелем. В области в нынешнем году презентуют электронный ускоритель, с помощью луча которого станет возможным лечение труднодоступных раковых опухолей. Установку американского производства разместят в специальном сооружении рядом с медцентром. Он будет предназначен для лечения пациентов со всего западного региона. На приобретение прибора республиканский бюджет уже выделил 1,3 млрд тенге. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Заполучить электронный ускоритель хотели все западные области страны. В нем есть острая необходимость. Но повезло нашему региону. В Ак-Тубе существует единственный на весь Запад медуниверситет. А медицина с недавних пор у нас развивается по американскому принципу. Все клиники, старые и новые, должны находиться при медицинских вузах, чтобы профессоры могли делать научные открытия и тут же применять их на практике. Потому все пациенты с Запада будут приезжать к нам. Саму установку американского производства разместят в сооружении рядом с медцентром, что за городом. С помощью прибора будут лечить труднодоступные раковые опухоли. Опухоли центральной нервной системы, опухоли головного мозга, опухоли печени, опухоли подзвучной железы, опухоли, может быть, забрюшинного пространства. Данные опухоли, когда мы не можем, допустим, хирургическим путем в третьей стадии до них добраться, они будут успешно вылечены, разбиты этими электронными частицами с помощью этого аппарата. Стены нового онкологического блока в чем-то даже превзойдут знаменитую китайскую. Их толщина составит 5 метров. В республиканской казне возведение блока вместе с оборудованием обойдется в миллиард и 300 миллионов тенге. Такие же ускорители правительство планирует поставить в Астану, Алматы, Караганды и Семей. Сейчас в нашей области насчитывается более 5000 онкологических больных. Значительной частью из них как раз показано лечение на таком ускорителе. С его презентацией предполагается, что часть онкологических операций сократится. Отпадет для некоторых надобность в химиотерапии, которая, как известно, приводит к резкому увеличению массы тела и другим негативным последствиям для организма. Акмирал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт». В Казахстане стартовал пилотный проект по подготовке специалистов нефтегазовой отрасли международной квалификации. Он реализуется на базе межрегионального центра в городе Атырау. На обучение казахстанских студентов будут выданы гранты из республиканского бюджета. И сегодня выпускники актюбинских школ смогли принять участие в первом отборочном туре. Какой абитуриент не мечтает о заграничном дипломе? Но цены за один год обучения в той же Англии или США окажутся для многих заоблачными. Что касается грантов, то их выделяется не так много, да и попасть в число счастливчиков довольно сложно. Необходимы отличные знания школьных предметов. В этом году государство намерено поддержать технически грамотную молодежь. Для тех, кто готов трудиться на месторождениях нефти и газа, открыт путь в колледж международного класса. В чем преимущество этого колледжа? В том, что ребята после трех лет обучения получают два диплома. Это казахстанский образца и канадский образца. То есть с этим дипломом человек может работать не только в нашей стране, но и за рубежом. Все бесплатно за счет государства. Обучение происходит бесплатно, проживание бесплатно, потому что у нас есть общежитие на 500 мест и в этом году мы выделяем 300 грантов. Столичные представители холдинга по внедрению мирового опыта в обучение сегодня впервые встретились с актюбинскими старшеклассниками. Встреча носила профориентационный характер и принять не участие могли все желающие. В основном, конечно, этой возможностью воспользовались и выпускники городских школ. Это интересно, конечно, но я уже определился со своей профессией, и мне кажется, это будет лишним. Так как я в 11 классе, мне кажется, надо было собирать все 10 классы. Правильно, то, что собирают школьников, дают им возможность или привилегии, то, что можно поступить сюда, показывают, как бы, эти вузы. Я думаю, наверное, интересно всем выехать за границу, увидеть мир. Я не знаю, наверное, скорее всего, нужное для 11-классников, потому что многие еще не определились, думают туда-сюда. Обучение в колледже обходится государству в 720 тысяч тенге в год на одного студента. Но затраты того стоят, когда речь идет об обеспечении отрасли собственными кадрами. Пока список специальностей небольшой, их всего три, но по результатам мониторинга все они востребованы в действующих национальных и зарубежных компаниях. Понятно, что и конкурс предстоит довольно жесткий. Желающих очень много. Конечно, не у всех, к сожалению, дотягивает уровень английского языка, потому что все предметы ведутся на английском языке. Но для этого мы создали специальный проект «Подготовительная школа», который откроется в сентябре для 160 учеников. Это тоже бесплатно, на бесплатной основе и проживания, и обучения, и будет платить определенная стипендия. Ирина Гульц, Сергей Калашников, программа «Факт». Ну а в Музее искусств сегодня открылась выставка роботов. На данный момент там можно увидеть 12 роботов, произведенных в Японии. Организаторы говорят, что остальные 8 в скором времени доставят из США. Умная техника может передвигаться, реагировать на внешние раздражители и издавать звуки. Это японский робот, спортсмен, скажем так, занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький человекоподобный робот. Японцы обычно его используют в спорте, да, как бы играют в футбол, каратистов делают из них. Вообще эта моделька служит как начальная стадия для любого робота. Двигаются ручки, ножки, независимо от друга, спокойно ложится. Например, если он упал вперед, то спокойно встанет, упал назад, так же спокойно встанет. Очень подвижный, интересный робот, работает на тачерах, работает на сенсорном вводе. Все благодаря одной камере, и тут находится сенсорный ввод. Куда двигается рука, туда двигается голова робота. Планируется, что выставка продлится в течение месяца. Сегодня ее посетили студенты Актюбинского колледжа промышленных технологий и управления, которые обучаются на специальности роботостроения. И возможно, что ребята, вдохновленные увиденным, сами придумают уже отечественных трансформеров. Соревнования по рыбной ловле на мормышку на призы газеты «Эврика» состоялись накануне на Актюбинском море. Участники разделились на команды, всего их было 15, каждые по 3 человека. Ловля носила скоростной характер по 2,5 часа в два тура. Организаторы и участники говорят, что все было объективно, и спортсменам, рыбакам можно было показать свой класс. Рыболовный конкурс собрал около полусотни рыболовов-любителей. Конкурс, организованный силами газет «Эврика» в честь 20-летия издания, стал праздником для рыболовов. И на него съехались как опытные рыбаки, так и начинающие любители. Максима Корнилова можно назвать ветераном рыболовного спорта. Судя по итогам первого тура, в котором Максим наловил около 30 штук окуни и других видов рыб, опыт все же имеет значение. Рыбалка в состоянии души. Мы едем на рыбалку не за рыбой, а посидеть на природе, подождать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, быть в хорошей компании. Ну, если, конечно, рыбу поймаем, то уха, естественно, на жереху это вечером. В любом случае. А сами соревнования – это спорт. Надо найти рыбу, надо ее удержать на лунке, надо ее поймать, обдурить, как говорится. Участники разделились на команды. Всего их было 15, в каждой по три человека. Ловля носила скоростной характер по 2,5 часа в два тура. Условия соревнования – два тура по 2,5 часа. Первые 2,5 часа кончаются, взвешиваем, выявляем претендентов. Потом час отдыха начинается в вторые 2,5 часа. После этого взвешиваем рыбу, ну, само собой, первые, вторые, третьи места и награждение. Как признавались участники соревнований, рыбалкой многие увлекаются с детства. За плечами некоторых даже турниры республиканского уровня. Более того, в этом году в нашей области впервые создана областная федерация рыболовного спорта. Мы создали областную федерацию для того, чтобы развивать рыболовный спорт. Это, во-первых, воспитывать молодежь в правильном обручении с природы. Ну и впоследствиях хотели бы достойную команду создать для выступления сначала на республиканском уровне, а потом и на международном. По итогам конкурса организаторы и спонсоры вручили победителям призы и благодарственные письма. Самым результативным в личном зачете оказался Алексей Тян. Улов Максима Корнилова оказался немного скромнее. Он занял второе место, а замкнул тройку лидеров Виталий Кицак. В результате победителем в командном первенстве стала команда Лига рыболовов. Сами участники философски заметили – главное не победа, а участие. Лиза Цакива, Алексей Уразов, программа «Факт». Таковы основные события этого дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.